Более ста рисунков из Калтасинского, Болтачевского, Архангельского, Бешбулякского, Куяргазинского, Салаватского районов и Нефтекамска. Всех их связывает одно имя – Александр Невский. Авторами работ стали как обычные школьники, так и ученики художественных школ разного возраста. Поэтому и оценивает комиссия рисунки в отдельных номинациях. Первая категория – это 7-10 лет, вторая категория – 11-14 лет и третья категория – 15-18 лет. Из этих категорий мы, опять-таки, должны отобрать первые, вторые, третьи места. Первое место – одно, второе мы решили два места, третье место – три места решили. Много работ, поэтому, чтобы как-то дети старались, и мы, чтобы тоже не затруднялись, которые из них более достойны, поэтому мы решили три места. У нас тут отдельно отобрана работа детских художественных школ. У нас есть школы, которые общеобразовательные, которые нет специального образования у них, они самостоятельно работают. Поэтому у нас категория тоже отдельно идет, отбор тоже на первое, второе, третье место. Есть, конечно, одна единственная работа, относится к четвертой категории – это молодежная работа. Но она одна-единственная, поэтому тут у нас нет проблем. Она, наверное, единственная, поэтому мы сразу отобрали, как лучшую из молодежных. Оценивается не только техника исполнения, но и сюжетная линия. У комиссии есть месяц на то, чтобы сделать свой окончательный выбор. Некоторые работы участников будут представлены в группе «Волонтерство» в сфере музейного дела ВКонтакте. И путем онлайн-голосования желающие смогут выбрать победителя в отдельной номинации приз зрительских симпатий. Завершится оно 28 апреля. А итоги конкурса будут озвучены на торжественной церемонии награждения 13 мая в день празднования 800-летия Александра Невского. Она пройдет в историко-краеведческом музее.